Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам представить замечательного человека, который, на самом деле, очень часто меня удивлял своими выступлениями и рассылками. Это Макс Хеггер, хозяин сервиса Smart Responder. Помимо всего этого, еще тренер по духовному и личностному росту. И сегодня хочется поговорить именно о духовности в бизнесе, и именно о том, почему у многих людей почему-то не получаются, хотя вроде все они делают по технологии, но почему-то не получается у них бизнес. Хотя вроде делают все точно так же, как и Уру и все остальные. Ну что ж, здравствуйте, Макс. Здравствуй. Всем привет. Привет тебе, Кир. Вот, ну, наверное, первый вопрос. Хочется такую вводочку небольшую от тебя услышать. То есть, какие сложности, какие трудности у тебя были на твоем пути, как ты построил такую систему, и как удалось ее сделать действительно успешной, номер один? Ну, все главные трудности, как обычно, внутренние. То есть, внешние препятствия постоянно жизнь ставит, но справляться с теми или иными препятствиями или не справляться, мешают именно внутренние трудности. То есть, вещи, которые существуют, но для многих почему-то в нереальности. То есть, знаешь, очень часто возникает такая ситуация, когда человек что-то не делает и каким-то образом очень умно себе это объясняет, почему он чего-то не делает. Но, по сути, это является оправданием, да, к неспособности какой-то. И получается, конечно же, когда я развивал свой проект, я начинал с самого простого. То есть, я не какой-то мега-чувак, который был уже там супер прокачен, прошел много тренингов в самом начале. То есть, я был человек, который постоянно стремился реализовать себя творчески, раскрыть свои способности, узнать, ну, кто я вообще, что, зачем, в чем моя миссия, в чем мое предназначение, каково мое место в этом мире, каким образом я могу лучше помогать другим людям, да, лучше с ними общаться, взаимодействовать. И все это было в конечном итоге направлено для того, чтобы сделать мою жизнь более качественной, интересной, более игривей, творческой такой вот. В общем, чтобы сам процесс движения по жизни доставлял мне больше удовольствия, чем каких-то неприятностей и неудовольствия. То есть, исходно постулат был такой, да, то есть, цель была такая. И получается, что, вот знаешь, жизнь очень интересная штука такая, что в ней есть вещи, которые можно, ну, немного как-то предсказать, запланировать, но огромная часть, она развивается спонтанно, она развивается каким-то абсолютно непредсказуемым образом. И как мы не пытаемся все спланировать, да, просто наш разум, он не способен исходно охватить все данные, тот океан данных, из которых состоит жизнь. И получается, что мы что-то планируем, да, и когда мы планируем, мы всегда не учитываем огромное количество обстоятельств, которые произойдут с нами по пути движения к каким-то целям, к каким-то желаниям в какие-то игры. И вот со смарт-респондером это, в принципе, отчасти достаточно спонтанная ситуация. То есть, до смарт-респондера у меня тоже были разные проекты, в том числе я как бы пытался достичь реализации в сетевом бизнесе, то есть, MLM я занимался, там тоже определенные навыки я нарабатывал. Но все-таки в конечном итоге я понял, что мне больше нравится создавать свои игры, творить что-то свое, чем играть в чужие. А все-таки MLM это игра чужая, то есть, это есть сетевая компания, у нее есть свои продукты, своя концепция, идея, и все дистрибьюторы становятся в том или ином виде все-таки продолжением компании. Хоть и существует тенденция сейчас лидерства, выделения с помощью своего персонального бренда в бизнесе и так далее, но фактически работая в чужой компании, ты, хочешь ты того или не хочешь, ты продвигаешь чужой продукт, чужие идеи, чужую политику. И вот эта история мне очень не нравилась, потому что я человек творческий. Почему появился смарт-респондер? Ну, эту историю я столько раз уже рассказывал, что даже не хочется повторяться, что с одной стороны я очень давно занимался дизайном, то есть, это моя исходная сильная базовая способность. С другой стороны, я в какой-то момент из дизайна полиграфического, такого рекламного, начал переходить в тему веб-дизайна, то есть, я начал делать сайты, и в какой-то момент я устал делать и обычный дизайн, и делать сайты кому-то, и встала задача, которая происходит, наверное, в жизни любого человека, то есть, каким образом перестать обменивать свое время на деньги, то есть, как сделать такую систему, когда есть возможность в большой степени не зависеть от своей деятельности, отдыхать в достаточной степени, набираться сил, иметь много возможностей тратить те деньги, которые зарабатываются, в том числе, чтобы оставались силы на то, чтобы отдыхать и хорошо проводить время, тратя то, что зарабатывается в бизнесе. И вот у меня получается, то есть, я вот как по Киосаки классически переходил, то есть, у меня была сначала наемная работа, потом я начал переходить постепенно в индивидуальное предпринимательство, когда я ушел с той работы, на которой я работал, и дома сидел и делал заказы, то есть, я сам продолжал быть активом в своем бизнесе, то есть, сам исполнял все основные задачи, и получается, что вот в какой-то момент я понял, что я уже и это не могу, я вырос из этого, и я начал уже искать, как сделать свою систему бизнеса. Первая идея, которая меня посетила, это, а почему бы мне не сделать какой-то сайт, раз я уже умею рисовать, раз я уже умею программировать, раз я уже умею заниматься веб-дизайном, да, то есть, почему бы мне не сделать себе какой-то сайт, который каким-то образом, я на тот момент не понимал каким, начнет мне приносить прибыль, деньги на автомате, то есть, во всяком случае, сокращая мое рабочее время и давая мне большую свободу. И вот я с этой идеей долго ходил, и в конце концов я попал на один из семинаров, то есть, я достаточно плотно тогда занимался своим самообразованием, и я попал на семинар с Макотина Дмитрия, и там он вот рассказал про систему умных e-mail автоответчиков, систему выстраивания доверительных отношений с аудиторией, систему e-mail маркетинга, и что на Западе это как бы было уже в сильной стадии, а в Рунете это все было не развито. Здесь произошла такая вещь, которая называется озарение, линейное видение, то есть, что разные мои способности в этом месте могут сойтись и найти свое максимальное применение. То есть, вот там я получил это озарение, и в принципе, мы даже с Димой договорились, что я буду вот этот проект развивать. Таким образом, начал появляться смарт-респондер, через 8 месяцев, через 9 после того, как мы договорились с Димой, я начал работу, он уже был готов, первая версия. И вот так вот по чуть-чуть начало все развиваться, поехало, и вот таким образом, во всяком случае, я тебе отвечаю на твой вопрос, как появился смарт-респондер. Что касается, вот как я дошел до текущего состояния, когда я практически там, ну, очень точечно занимаюсь смарт-респондером, то есть, я стратегически больше сейчас управляю, и, в принципе, у меня очень много свободного времени для того, чтобы заниматься какими-то другими, более интересными мне проектами. Это был сложный путь, это путь личностного и духовного роста, который, конечно же, я проходил, ну, по-разному. То есть, были сложные периоды, были периоды, когда не хотелось отпускать что-то, не хотелось открываться новым вещам, но я все-таки проходил через это, и вот таким образом вырос в то, что я есть. То есть, вот, я есть результат своего пути, результат своего бизнеса, результат применения своих способностей, результат духовных практик работы с собой в первую очередь, то есть, устранение себя огромного количества различного ограничивающего материала, суждений, убеждений, подсознательных вещей, болезненных вещей, которые мешают большинству людей достигать успеха. То есть, этот материал, он часто, ну, вот знаешь, каким-то образом упускается людьми, то есть, многие тренеры проговаривают, что все всем доступно, что вот как бы каждый может достичь успеха и так далее, то есть, каждый может создать свой бизнес, творчески реализоваться. Потенциально да, но вот существует этот материал, да, и он является основной проблемой. И я не знаю, вот почему, по каким причинам одни люди просыпаются каким-то вот образом и проламываются через это, а другие вот продолжают спать, как бы, и находятся под этой плитой этого материала и не видят возможности, просто удивительные, сказочные шансы в жизни на достижение кайфа, качества жизни и реализации всех своих, там, возможных и невозможных желаний. То есть, ну, вот так вот. Ну, сразу тогда два вопроса, вытекающих из предыдущего ответа. Ну, наверное, интересно, если можешь, в двух словах, там, от тех вот принципов, которые, может быть, у тебя сложились, вот как именно создать такую систему, вот как автоматизировать ее, чтобы она вот совсем, вот, вопрос денег там закрыть, да, может быть, какие-то есть общие принципы, которые, к которым ты пришел. И сразу в догонку второй вопрос, он связан с тем, как вот ты удивил меня на инфоконференции, когда, ну, вышел человек рассказывать про, как бы, автоматизацию интернет-бизнеса. Ну, я думаю, ну, ладно, сейчас выйдет технарь, там, будет, там, всякие формулы рисовать, там, еще что-то. И тут выходит Макс и рассказывает про духовность, про чакры, про ценности. Меня это так, не знаю, перевернуло внутри что-то и поразило, что, вот, хотелось, вот, именно, вот, чтобы ты эту тему осветил, как духовность связана с бизнесом и почему люди иногда в нем успеха не достигают. Ну, да, действительно, на инфоконференции я был тем, что в психологии называется когнитивный диссонанс. То есть, когда люди ждут одного, я вышел, и такое небольшое, скандальное такое выступление было, потому что оно, как бы, даже немножко не вклеивалось в то, о чем мы с Парабеллумом договаривались, с Андреем. Но, на самом деле, очень многим понравилось, и ты видел, что огромное количество людей подошли после выступления и начали там что-то говорить, о, супер, да, там, все такое. А с другой стороны, очень много людей, ну, как бы, то есть, начали задавать вопросы вот такие вот дельные, да, как бы, и ты видел, что мы свои купоны, да, то есть, это было купоны со скидкой, то есть, полностью смели, там, не знаю, в 10 минут 200 штук. То есть, там, Вадик сидел, он отбивался реально, то есть, не знал, что с этим делать. То есть, в конечном итоге оно сработало, как ты видишь. Теперь по поводу твоих вопросов. Вот, по поводу моих принципов. Ты знаешь, нету никаких четких принципов, нету никакой четкой модели, которая меня провела от начала моего успеха и до текущих результатов. То есть, все это менялось многократно, то есть, и ценности переформатировались много раз, и цели постоянно менялись, и здесь нужно уловить основной принцип, что важны даже не сколько принципы, важно получать творческое удовольствие от того, чем ты занимаешься. Занимался я двумя вещами, как бы. Первая вещь, я занимался духовным ростом, то есть, я постоянно занимался еще до начала своего проекта Smart Responder, я уже занимался духовными всевозможными техниками, медитациями, посещал группы, работал с собой. То есть, я устранял материал барьеры. И это была одна сторона. И вторая сторона, мне нравилось то, что я делал. То есть, мне нравилось создавать всякие вещи в интернете, то есть, мне нравилось создавать Smart Responder. Многие меня спрашивают, как тяжело мне это было. Там были свои трудности, но, по большому счету, это была очень интересной задачей. То есть, это была творческая реализация, это была проверка навшива себя, то есть, а смогу ли я. Это был вызов, понимаешь, это был вызов на тот момент перед самим собой, и перед тем же самым Дмитрием Смокотиным, который на мое предложение так скептически посмотрел, сказал там про себя, наверное, да, вот еще один пришел, который что-то там наобещает и не исполнит. Потому что таких людей очень много, которые на эмоциях что-то там загораются, обещают, потом тухнут и все, и возвращаются в свое исходное состояние. То есть, для меня бизнес – это, с одной стороны, творческая реализация, игра интересная, где я решаю проблемы и развиваюсь. С другой стороны, бизнес – это применение моих способностей, которые я раскрываю в ходе духовных практик, в ходе прохождения каких-то тренингов, в ходе углубления в свое прошлое, в одетинге, да, то есть, через духовный процессинг. Я восстанавливаю какие-то свои старые способности. И вот мы еще поговорим об этом, что живем мы не один раз. И как бы, знаешь, то есть, многие люди начинают постоянно с нуля. А зачем? Когда, в принципе, мы уже там, ну, сотни тысяч раз приобретали различные навыки, и многие навыки можно восстановить. То есть, не обязательно обучаться заново, да, как бы, каким-то вещам. То есть, есть, да, вещи, которые нужно постоянно проходить заново, там, язык, там, еще что-то, да. Но есть вещи, есть способности, которые восстанавливаются. Вот. И благодаря духовным всевозможным методам я, конечно же, восстанавливаю свои способности, и тем самым у меня появляется фора на общем фоне, как бы, да. То есть, пока люди прокачивают свои способности в этой жизни, я восстанавливаю способности своей прошлой жизни, как бы. То есть, что касается принципов, вот мне здесь очень сложно что-то формулировать. Почему? Потому что люди это воспринимают сразу как шаблон, как модель, которая подходит им. Это не так. То есть, вы должны понять, что у вас будут собственные принципы. То есть, если вы начнете ваш бизнес, вам будет нравиться делать то, что вы делаете, у вас будут цели, вам нравится решать проблемы, вам нравится переходить на какие-то новые уровни жизни, прокачиваться, да, развиваться, проходить через дискомфорт, через боль, к состоянию отключения боли, и когда вы становитесь больше этого, и к состоянию удовольствия, то есть, победы над тем ограничением, над той зоной комфорта, в которой вы жили и вот считали, что это непроходимые стены. То есть, это все вот должно стать стилем жизни. То есть, стиль жизни, обучение, духовный рост, высвобождение от каких-то ограничений, творческая реализация через создание какой-то пользы для себя, для других людей. Вот. То есть, здесь успех, деньги никогда у меня не стояли на первом месте, никогда не преобладали. И как показывает наблюдение, как показывает практика, у всех людей, которые действительно успешны по жизни, действительно многого добились и счастливы в этом, никогда эти вещи не стояли на первом месте. Это для них было неважно, то есть, для них было важно расти, творчески реализовываться, и деньги, как ни странно, приходят. То есть, к таким людям деньги приходят. Потому что такие люди и могут выдавать по-настоящему качественный продукт, то, что ценят другие люди, и за что они готовы платить. А все коперы, все клонеры, это люди, которые слишком много гонятся за успехом, за деньгами и упускают творчество, качество, рост. То есть, они слишком сосредоточены на средствах выживания для того, чтобы превратиться в мастера. То есть, мастер – это человек, который кайфует от процесса, растет в том, чем он занимается, ему это нравится. Даже если ему что-то надоедает, он находит новую сферу применения, переходит и там продолжает расти. То есть, жизнь – это вот такая игра, увеличение своих способностей, развитие своих качеств каких-то. То есть, это бесконечный процесс. К этому именно таким образом и надо относиться. То есть, видишь, я не проговариваю какие-то принципы, я не проговариваю какие-то суждения, я проговариваю основную модель отношения. То есть, если есть такое отношение, вы реализуетесь. И даже если вы не заработаете, это как бы больших денег, большого успеха, это не будет важно. То есть, важно не стать успешным, чтобы все говорили, «О, какой чувак крутой!» Там все вас восхваляли вокруг. Это не важно. Важно, чтобы вы получали удовольствие тех мелочей, в которых вы проживаете ежемомент на свою жизнь. То есть, если вот этих мелочей и больших вещей, которые вам нравятся больше, чем тех вещей, которые вам не нравятся, то вы состоявшийся человек. Не важно, сколько вы зарабатываете. Но если вы зарабатываете все деньги мира, и просто вас тошнит от того, чем вы занимаетесь, вы уже проиграли. То есть, вы уже прожили свою жизнь зря. То есть, вот это основной принцип, можно сказать, что акцент на росте, на удовольствии, на получении творческой реализации, на увеличение качества проживания своей жизни, на увеличение свобод в отношении препятствий. Понимаешь? Вот так вот. И в отношении твоего второго вопроса, я как бы в первом вопросе уже частично ответил на твой второй вопрос, что существует не просто опоследованная какая-то связь между духовным развитием, саморазвитием и результатами в бизнесе. Существует это одно и то же. Понимаешь? То есть, тут даже нельзя сказать, что прямая связь это одно и то же. Это две стороны одной монеты. То есть, по-настоящему успешный человек, это всегда духовно развитая личность. Это человек с проработанным внутренним материалом, который постоянно работает над качеством отношения к тому, что он делает, над качеством проживания ситуации в жизни. То есть, он сосредоточен в первую очередь на качестве. На качестве личных отношений, на качестве отношений в бизнесе, на качестве своего бизнеса, на качестве продукта, на удовольствии от того, что он делает, на тем, что он стремится к гармонии, к тому, чтобы достичь гармоничного соотношения различных сегментов в своей жизни. То есть, существуют ценности различные, они должны между собой быть сбалансированы. И у всех людей они абсолютно по-разному балансируются. То есть, кому-то важнее работа, кому-то важнее отдых. То есть, это очень все индивидуально. И здесь, опять же, от меня не ждите никаких шаблонов, дорогие наши слушатели, потому что шаблоны не работают. То есть, вот эти последовательности, 1, 2, 3, 4, 5 получил результат, они достаточно неплохо работают до определенного момента, то есть, в самом начале. Они неплохо работают, когда решаются внешние задачи. Например, нужно прийти в бизнес и в сфере управления навести порядок. Тогда есть принципы, как строится организация, там, оргсхема, описание должностей, там, взаимоотношений между ними. И, в принципе, с помощью такой модели вносится больше порядка. Но это как бы одна часть. И есть другая часть спонтанная, внешняя, которая, внутренняя, точнее, которая, в любом случае, какие бы модели не были, она будет, в конечном итоге, ключевой. То есть, какая бы ни была, например, структура в организации, то есть, насколько организованно не было бы хорошо это все, если там нету жизни, спонтанности, хороших дружеских отношений, боевого духа, мотивации правильной, там, и всего остального, если там не сбалансированы какие-то вещи, то оргсхема не поможет. То есть, все равно все рано или поздно развалится. Потому что в конечном итоге все строится на человеческих отношениях, на качестве общения, на качестве конечного продукта и кайфа от всего, что происходит в этой организации. То есть, если все люди туда ходят с кайфом, получают удовольствие, там, рост общения, то будет все замечательно развиваться. Если этого нету, какая бы там система ни была, там, прописано, да, взаимоотношения, кто кому подчиняется, все это рано или поздно сгниет и развалится. Поэтому я отвечаю на твой вопрос. Это одно и то же. Духовное развитие и результаты в бизнесе. Это одно и то же. То есть, правильно я тебя понимаю, что вот все технологические вот эти штучки, да, это как бы вот сухая оболочка без вот самого сердца, без души в любой компании? Ну, технология, она имеет свою роль, имеет значение. Это механика, можно сказать. Но кроме механики, должна быть одухотворенность. Понимаешь, то есть, нужно в эту механику вдыхать жизнь, делать это интересно, красиво, творчески, качественно. И технологии, они помогают хорошо нам вот одухотворенность нашу проявлять правильно, достигать какие-то результаты быстрее, да. То есть, если у нас есть лазерная пушка, да, какая-то, то, конечно же, нам будет проще отбиваться от потенциальных угроз, например, из космоса, да, чем если бы у нас были каменные топоры. То есть, технология, она помогает лучше выживать. Но если у тебя есть лазерная пушка, ну, как бы, да, ты круто защищен, но при этом ты живешь в своих ограничениях, как бы, да, загниваешь изнутри, ну, какой смысл в этом всем? Какой смысл защищать и что защищать, понимаешь, в конечном итоге от вторжения. То есть, должно быть вот это вот внутреннее кайфовое содержание, наполненность. И это превыше технологии. И в бизнесе достигают результатов высоких и действительно становятся лидерами, красивыми людьми, гармоничными. Только те, кто придает большую значимость, в первую очередь, вот этой части, внутренней, одухотворенной, духовной, я ее называю. И не забывает в том числе материальную часть, в том числе технологии. То есть, это вот жизнь, это такая гармония разных вещей. Нельзя отделить и сказать, что что-то важнее. Важно сочетание правильное всех ингредиентов в одно целое. И причем у каждого это будет свое целое. Нету вещей, которые повторяются от бизнеса к бизнесу, от человека к человеку. И все люди, вот знаешь, они, так наша цивилизация создана, что они все пытаются эти ответы найти вокруг себя. Но большинство ответов скрыты внутри. Ну, к слову, наверное, немножко такое лирическое отступление. О лазерных пушках хочу спросить. Вот, как ты считаешь, нужно ли, и если нужно, то как начинающим предпринимателям, бизнесменам защищаться от внешних каких-то угроз, там, не знаю, со стороны налоговой, со стороны там еще каких-то, или это все вот чисто внутренние барьеры, что нам кажется, что оно такое есть, а на самом деле там все гораздо все проще и так далее. И сразу, так это в догонку, как должен, с твоей точки зрения, ну, опять же, не четко, какими принципами должен каждый обладать, как должен выглядеть вот обычный день начинающего предпринимателя. Что самое важное, чему он должен уделять время, чтобы у него дальше все хорошо сложилось? Ну, блин, будет здорово, если ты мне по одному вопросу будешь задавать. Пока ты задаешь второй, я уже забываю о первом. Возвращаясь к твоему первому вопросу, давай еще раз повтори мне его, давай лучше по очереди, потому что я по два так плохо запоминаю. Понял, хорошо. Первый вопрос про безопасность бизнеса, скорее, вот так. Стоит ли защищаться, и как защищаться там от каких-то внешних угроз, типа инстанций или, не знаю, еще чего-то? И есть ли вообще такие угрозы, может быть, они как в голове, да? Ну, большинство страхов, большинство угроз выдуманной, конечно же. Это первый тезис. Второй тезис, нужно решать проблемы по мере их возникновения. То есть, большинство людей, опять же, они так, как они боятся, да, и эти страхи выдуманные, то они автоматически пытаются от того, чего пока не существует в их жизни, подложить солому. А зачем? То есть, во-первых, этого еще не существует, во-вторых, ты пытаешься подложить солому от того, что только в твоей голове. Поэтому не надо заморачиваться вообще на эти вещи. То есть, начинайте свой бизнес. Начинайте с чего? С того, что себе нужно задать вопрос вообще, что мне нравится в этой жизни, как я себя могу реализовать, какие у меня способности, и каким образом эти способности могут быть полезны другим людям. Вот это главный вопрос, на который должен ответить каждый себе перед началом своего бизнеса. То есть, ответишь на этот вопрос, ответишь на большинство других. Потому что, если ты пойдешь ради денег в ту область, которая тебе, во-первых, ты там не способен, во-вторых, тебе не нравится там заниматься, ну, мы получим еще одну нелюбимую работу. То есть, это ни к чему не приведет. То есть, здесь однозначно, в первую очередь, нужно разобраться с собой. То есть, в чем я могу быть полезным, в чем мне нравится себя реализовывать, кто я, каковы мои способности. И вот именно поэтому, насколько ты знаешь, я сейчас закрыл свой блок по интернет-маркетингу, по инфобизнесу, закрыл свою рассылку, и буду открывать новый проект, связанный именно с личностным и духовным ростом. Потому что проблема заработка в интернете, это не проблема вот этой механики, лазерных пушек, каких-то магических кнопок и технологий. Это как раз, в первую очередь, проблема того, что большинство людей не могут себе ответить на самый главный вопрос. Кто я? Зачем я здесь? Что мне нравится? Каким образом я хочу развиваться? Какие способности я хочу развивать? И насколько я готов там открываться новому, рисковать и решать постоянные проблемы? Потому что любой бизнес, он связан с тем, что проблемы не заканчиваются. Просто один тип проблем переходит в другой тип проблем. То есть раньше были проблемы как себя прокормить, сейчас проблема, а как сделать так, чтобы вся эта структура работала эффективно, без меня, и каждая часть системы взаимодействовала качественно, чтобы у меня был хороший уровень жизни, доход и все остальное. Понимаешь? То есть проблемы просто переходят на другой уровень, но они не заканчиваются. И это можно не только бизнес брать, любую сферу жизни. Жизнь связана с проблемами. Почему? Потому что жизнь это игра, а игра это проблемы, препятствия и свободы. То есть цели, препятствия и свободы. То есть когда у нас есть цели, у нас возникают препятствия, и мы получаем в конечном итоге свободы какие-то, преодолевая эти препятствия, двигаясь к своим целям. Так что вот отвечаю тебе на первый вопрос твой, что во-первых, не надо вообще заморачиваться при начале своего бизнеса на все эти вещи. Это второстепенные вещи, к ним нужно вернуться потом. А второй момент, это что бизнес это риск, придется в любом случае рисковать, и никаких гарантий вообще в жизни стопроцентных не существует. В любом случае вы будете рисковать. Двигаясь к своим целям, существует доля риска. Вопрос только в том, насколько эта доля высокая. То есть если человек идет грабить банк, у него доля риска 95%. Если он начинает, например, свой какой-то бизнес, то доля риска у него 5%. То есть выбирайте те направления развития, которые, во-первых, законные, во-вторых, соответствуют этике, морали общества, и, в-третьих, чтобы там процент риска был оправданно достаточный, то есть не очень высокий. И если вы идете в бизнес, который вам нравится, в котором вы чувствуете, что вы будете развиваться творчески, то доля риска еще будет ниже. То есть одно, чем вы рискуете. Вы занимаетесь любимым делом, делаете то, что вам нравится, делаете качественно, взаимодействуете с людьми и помогаете им решать какие-то проблемы с помощью своего продукта или услуги. Какой здесь риск? Здесь никакого риска нет. На самом деле бизнес очень нерискованная вещь, если вы делаете его правильно. А правильно бизнес делается, когда все выигрывают от этого. То есть вы выигрываете от того, что вы занимаетесь любимым делом, создаете качественный продукт для общества или услугу. Общество выигрывает от того, что вы решаете проблемы общества. Вы им даете то, что они ищут и никак не могут найти. Они вам с удовольствием за это платить деньги. Вы выстраиваете просто систему, как это делать максимально качественно. Маркетинг, реклама и все остальное. Чтобы все звенья между собой нормально связались и была целостная картина. Вот что такое бизнес. Бизнес – это сама суть жизни. Это что-то естественное, как дыхание. И деньги здесь, в принципе, достаточно естественная вещь. Вы получаете вознаграждение за то качество, за тот продукт, который вы транслируете в общество. Это тогда все нормально. А вот если вы крадете деньги у кого-то каким-то образом, это ненормально. Это не просто общество не поощряет, сама жизнь не поощряет. Нарушается взаимообмен. Вы где-то берете, ничего не отдаете, возникает пустое место. И существование будет компенсировать своими механизмами это через страдания, через боль, через разочарование и так далее. Так что вот вся духовность бизнеса. То есть быть гармоничным, делать все, что вы делаете от души, качественно-творческие и помогать жизни развиваться, переходить на более качественный уровень, все это делать правильно. Ну тогда следующий вопрос. Вот я решил, что хочу делать для мира. Есть какая-то цель такая. Какие проблемы я хочу решать? Примерно представляю себе, как сделать такую систему, которая в принципе даже будет автоматизированной. То есть я и так это делаю, и так это будет еще более эффективно. Вот как должен выглядеть мой день? Вот я начинаю еще. У меня еще, значит, проблема с деньгами у меня еще, вопрос с деньгами у меня еще не закрыт. Мне еще приходится работать иногда. И, ну, не то, что я это без удовольствия делаю, да, но тем не менее, вот как, с твоей точки зрения, должен выглядеть мой день? Чему, что более важно? Чему я должен уделять внимание? Чему, на что стараться, что стараться, ну, как бы, игнорировать или меньше внимания уделять? Ну, опять же, не какими-то конкретными принципами, да, а может быть просто вот какие-то наводки, что ли. Я понял твой вопрос. Смотри, фактически вопрос, откуда сейчас идет этот, то есть кто хочет получить программу, примерную программу действий? Вот это самый главный вопрос, ключевой. Программу действий хочет получить ум, то есть биокомпьютер, да, то есть он хочет примерно представить себе план, каким образом можно достигать чего-то успешно. Понимаешь? То есть отсюда возникает желание составить вот какие-то модели, по которым наиболее эффективно двигаться. Но у настоящего бизнесмена, вот этот вопрос, да, он у меня тоже присутствовал в начале, но по мере моего развития вопрос начал происходить не из ума, что я должен делать, а из меня, то есть из духа, из моего глубокого центра. И тогда этот вопрос, он никогда не стоит, какая должна быть программа действий. абсолютно никакая. Вот я тебе честно скажу, у меня нету никакой программы действий. Я встаю, например, я встаю, блин, у меня что-то разбитое состояние, нет настроения вообще сегодня ничего делать. Ну и что я делаю? Я беру и забиваю на все, и превращаюсь в одноклеточное существо, которое, ну, абсолютно не способно сегодня исполнять никакие задачи, ничего достигать. То есть я иду, могу погулять, могу там подышать свежим воздухом, могу, возможно, помедитировать как-то, да, могу пойти поадитироваться, то есть какие-то такие циклы, которые не требуют от меня интеллектуальных усилий. Я сегодня не способен это делать. В какие-то другие дни я просыпаюсь и осознаю, о, у меня сегодня есть потенция что-то сделать, я сегодня готов стать матерью и родить ребенка, то есть родить какой-то творческий продукт. В такой ситуации я беру и рожаю. Бывают дни, когда я себя плохо чувствую, но у меня нет возможности сегодня ничего не делать. У меня стоит задача, которая является жизненно необходимой. То есть если я сегодня не закрою, будет какашка какая-то дальше. И получается, что в этой ситуации я беру себя за жопу и делаю это. И, то есть, каждый день развивается индивидуально, он не похож на самом деле на другой. Меняется личностное состояние, меняются и как бы ситуация вокруг меня, проблемы там, меняется вообще отношение к жизни. То есть, так как я интенсивно сейчас занимаюсь духовными практиками, какие-то вещи уходят, на что-то я сегодня так смотрел, да, а завтра выяснилось в одетинге, что то, почему я так смотрел на эту вещь, является моей фиксированной идеей, моим суждением, которое принял там, либо там 50 лет назад, не знаю, либо вообще там 50 жизней назад, понимаешь, то есть 50 жизней назад что-то случилось, меня там чуть не убили, я, когда я выжил, я, знаешь, вышел из этой ситуации, выдохнул и сказал, блин, ну теперь я вот точно не буду ходить в этот лес, там, потому что там живут какие-то динозавры, да, и туда лучше не ходить, и понимаешь, здесь какая фишка, что решение, наши постулаты, то есть, что такое постулаты, это самосотворенная истина, это зафиксированная мысль в своей внутренней вселенной, они никуда не деваются, понимаешь, что если ты один раз что-то принял, какое-то решение, и оно вдруг ушло из твоего поля восприятия, осознания, да, это не значит, что оно перестало существовать, оно существует, и оно продолжает влиять на твое поведение, если ты не осознаешь его, оно будет твоим ограничением, и для этого и существует духовный процессинг, там, одитинг, медитации, все остальное, для того, чтобы эти вещи рассоздавать, то есть, подчищать за собой хвосты, которые так или иначе возникают, потому что мы неосознанно там принимаем какие-то решения, потом они влекут за собой определенные следствия и формируют обстоятельства нашей жизни, да, мы можем принять противорешения, то есть, мы, вот, знаешь, это частая ситуация, что человек живет, и у него, вот, что-то ему, вот, как-то мешает делать что-то, да, и он перебарывает себя и начинает принимать решения, все, несмотря ни на что, я буду это делать, и все, и получается, что он, как бы, одним своим решением борется со своим предыдущим решением, то есть, и на этой почве возникает огромное количество материала, бессознательного спаек всяких, и блоков, и всего остального, таким образом он сам с собой борется, и здесь не может быть успешный результат, он всегда проиграет, потому что нельзя одним решением перебороть свое старое решение, можно через новое решение прийти к осознанию неэффективности старого решения и отменить его, то есть, стереть, вынуть оттуда свои единицы внимания, как бы, осознание, да, таким образом освободиться от этого, и вот в чем проблема большинства людей, которые приходят в бизнес, в том, что они вообще в нереальности всех этих вещей, то есть, они видят только какую-то внешнюю картину мира, да, что какие-то люди берут какие-то инструменты, что-то с ними делают и получают определенный результат в виде кайфа от жизни, денег и все такое, и у них возникает, когда они на это смотрят, такая простая модель, все просто, нужно просто делать, как они, нужно повторять какие-то вещи, которые делают эти люди, клонировать их, копировать, и в конечном итоге они тоже попадут в ту же ситуацию, как те люди, ну, это же понятно, это утопия, то есть, когда люди приходят в бизнес, в первую очередь, они будут сталкиваться с чем? Первое, они будут сталкиваться с теми идеями, которые в них вложило общество, и вложили родители, там бабушки, дедушки, школа, и эти решения были приняты, и эти решения им мешают быть свободными в отношении себя, в отношении жизни, жить так, как они хотят, не так, как хотело общество, из них что-то слепить, родители, да, а в отношении себя, вот как я чувствую, как мне правильно, то есть, придется с этим рано или поздно разбираться, бизнес помогает это сделать, если человек ходит на тренинги, если он чем-то занимается, и в конечном итоге приходит к технологиям, как работать с этим материалом, с этой тяжестью, с этой плитой, которая нам достается в наследство, всем абсолютно, то есть, это первый момент, второй момент, так, сейчас я водички попью, да, в принципе, зачем второй момент, и первого момента, в принципе, уже достаточно, то есть, бизнес это духовный рост, духовный рост не может происходить без определенной творческой реализации заработка денег, то есть, это как бы есть связь и туда, и обратно, для меня бизнес это то, что помогает моему духовному росту, а духовный рост это то, что помогает моему бизнесу, эти вещи, они не живут друг без друга, если кто-то хочет пойти в бизнес и остаться прежним, ребята, у вас ничего не получится, вот я, первый совет, когда вы приходите в бизнес, полностью соберитесь на качестве того продукта, который вы делаете, и полностью соберитесь на вашем образовании, обучении, то есть, вам нужно сделать несколько вещей, в первую очередь, начать опустошать свой сосуд от старых идей, от старых моделей, от старых решений своих прошлых, во вторую очередь, вам нужно учиться у успешных людей, как наполнять свой сосуд правильными решениями и идеями, причем не идеями тех людей, вам нужно искать таких людей, таких тренеров, которые будут помогать вам принимать ваши собственные решения, которые подходят именно вам, это, к сожалению, не часто встречается, большинство предпочитает просто передавать вам свои модели успеха, просто повторяй за мной, делай как я, и у тебя все будет хорошо, это работает на первых, на первых этапах каких-то, возможно, это стоит применять в начале, но поймите, что действенную модель своей жизни может придумать только один человек, вы сами, для вас, то есть, никто за вас это не может сделать, поэтому настоящий коуч, тренер успеха, он не передает вам какие-то модели, он обучает вас тому, как построить вам собственную систему ценностей, собственную модель жизни, модель отдыха, обучения, работы, как это вам удобно, то есть, вот это очень важный момент, то есть, в самом начале бизнеса, когда вы только приходите, вы должны собраться на том, чтобы понять, первое, чем вам нравится заниматься, кто вы, что вы хотите, чем вы можете быть полезны, второе, создать свой качественный продукт или услугу и развивать его постоянно, для того, чтобы помогать людям в той области, где вам нравится помогать, третье, вам нужно постоянно обучаться и расти, нужно ходить на тренинги, заниматься духовными практиками, личностными практиками, то есть, все это интегрировать, соединять, только у таких людей в конечном итоге появляются успешные бизнесы, потому что, если вы не будете все эти вещи делать, вы задохнетесь под пластом своих же собственных ошибок, неудач, своих прошлых решений, ограничений, незнания, как делается что-то правильно, это именно та причина, почему у 98% людей бизнес не получается, потому что они не хотят меняться, не хотят осознавать свой внутренний ограничивающий материал, свою миссию, свое положение в жизни, не хотят приносить пользу, слишком сосредоточены на удовольствиях, на том, чтобы быстро получить деньги, быстро насладиться чем-то и их больше интересует результат, а не процесс, то есть слишком большой акцент на результате, в ущерб удовольствия от процесса, от качества движения по жизни, вот у таких людей ничего не будет получаться, за что бы они не взялись, а у людей, которые делают эти три вещи, о которых я сказал, у них все обязательно получится, они достигнут в своей области высот огромных, потому что если они занимаются любимым делом, творчески реализовываются, если они делают пользу для людей, если они постоянно обучаются, растут, работают с материалом, то рано или поздно они превратятся во что-то офигенное на общем фоне, то есть они выделятся так или иначе, а когда они выделятся, другие обратят на них еще больше внимания и скажут, о, ну вот это вот успешный человек, давайте его клонировать, копировать, повторять за ним, да, то есть и здесь опять же, вот когда ты достигаешь успеха, ты должен объяснить это другим, что копировать, клонировать не работает, не применяйте это, то есть возможно вначале попробуйте там какие-то технологии, перенимайте, моделируйте технологии, которые внедряют люди, но технологии это всего лишь инструмент для проявления вашей творческой сути, потенциала, вот не копируйте это, то есть у вас должна быть собственная суть, уникальность, вы должны быть фиолетовой коровой на общем фоне и это вот когда уникальность она передается через технологии, тогда все нормально, тогда маркетинг работает, все продается отлично, но когда вы с помощью голых технологий маркетинга начинаете говно продавать, извините за выражение, то в конечном итоге вы от этого, то есть и сами будете страдать, то есть люди же не идиоты, они видят где качество, где некачество, где уникальность что-то, где вы им реально помогаете что-то свое открыть в себе, а где вы им навязываете какие-то модели и просто поддерживаете их состояние вот этого клона, да, клона части толпы какого-то винтика в системе, да, то есть это все читается и конечно же когда особенно человек инфобизнесом занимается, он должен огромное место в своей жизни уделять творческой реализации качеству продукта, качеству отношения, общения с аудиторией, качеству системы взаимодействия и только когда вот эти вещи все простроены правильно, деньги как результат уже будут в сладость. Ну, ты прям предугадал и от моих вопросов, так что, наверное, последний на сегодня вопрос, хотя я бы тебя расспрашиваю, расспрашиваю еще, но наверное, последний. Вот, ты говорил и сегодня на интервью, в том числе, и ранее в нескольких выступлениях, что идет большой перекос вот ум, да, в интеллектуальную составляющую, интеллектуальную чакру. Как научиться слушать и как развивать остальное, то есть, вот как слушать сердце, как там обращать внимание на тело, может быть, какие-то конкретные духовные практики, может быть, какие-то вообще конкретные советы. Наверное, такой завершающий сегодняшний интервью вопрос. Хороший вопрос, но тоже непростой, потому что, опять же, очень индивидуально здесь все. Вот, например, я проходил какие этапы, то есть, исходно я вообще занимался очищением тела, то есть, питанием. Потом с этой темы я начал переходить на бег, на какие-то спортивные вещи, потом я начал переходить на йогу, занятия с телом. После этого в моей жизни ворвалось бурно рейки, то есть, это работа с энергиями, с тонкими. и это помогло мне развить свою сенситивность, дало мне первый опыт того, что я не тело, что есть более тонкие вещи, с которыми можно работать, и от них, на самом деле, зависит все более грубое, то есть, как бы, с более тонкого плана спускается на более грубое. После этого я начал уже заниматься медитациями, то есть, я начал двигаться, откуда все в конечном итоге во мне исходит, и куда сходится. если я ощущаю энергию, если я ощущаю материю, то я должен быть кем-то, кто вне этого. То есть, если я воспринимаю энергию, то я уже не могу быть энергией. Я должен быть чем-то тоньше, чем энергия. И если я воспринимаю энергию и существует мое тело, то тело это точно не я. То есть, здесь как бы идет движение к себе, как к чему-то за пределами всего, всех этих вещей, за пределами энергии, за пределами материи. И вот таким образом я начал уже переходить к медитации как способу погрузиться вот в эту тишину, в эту пустоту, которая, с моей точки зрения, является моей истинной природой, природой всего. То есть, то, что люди называют божественностью, богом, это все как бы, опять же, это моя позиция, мой опыт, это то, откуда все исходит. То есть, мы являемся на этом уровне целостными, абсолютно связанными, одним целым. Вот. И индивидуальность, она уже как бы накладывается как слой на вот эту пустоту. И получается, что я начал заниматься медитацией дальше, я начал заниматься динамическими медитациями Оша, и потом я уже двинулся еще глубже, я начал заниматься духовным процессингом, одитингом. То есть, я в какой-то момент понял, осознал, что большинство проблем, с которыми мы сталкиваемся в настоящем, они на самом деле имеют свои корни практически всегда в прошлом. То есть, все проблемы настоящего, они укореняются в нашем прошлом опыте. И этот опыт на 98% не осознается. То есть, он существует здесь и сейчас. То есть, прошлое, оно где существует? На самом деле, есть только момент сейчас. И все, что касается будущего и прошлого, это картинки, всякие восприятия, всякий опыт, из которого огромная часть, как айсберг, нижняя часть, нами просто не воспринимается. Мы в настоящем моменте полностью отождествлены с этим опытом и не видим его. И получается, вот с помощью духовных техник я сначала как бы начал обрабатывать верхние слои, этого айсберга. То есть, и вот по мере своего развития, почему я менял методы? Потому что методы определенные, вот они работают с какими-то слоями, обрабатывают их, а потом они не работают. То есть, они перестают глубже тебя продвигать. и поэтому я находил новые методы, которые работают с более глубинными слоями. И в конечном итоге поэтому я начал переходить к работе с такими вещами, как прошлый опыт, прошлые воплощения, наши прошлые суждения, вообще, а как все началось, откуда все это взялось. И причем не на уровне веры, да, как бы, не на уровне прочитал где-то, а так как мы здесь находимся, то у нас есть история, как мы сюда попали. И этот весь материал, он скрыт внутри нас. То есть, все ответы на все эти вопросы, они не лежат вовне где-то. То есть, люди, конечно же, в своем большинстве предпочитают верить просто в какие-то готовые ответы, в какие-то религии, да, там, в то, что религии ретранслируют. Я пошел совершенно по другому пути. Я пробовал во что-то верить, но я видел, что это не работает. То есть, оно работает возможно на каких-то ситуациях, типа заповеди, да, то есть, типа в каких-то ситуациях они работают, в каких-то перестают. Я решил пойти по индивидуальному пути собственного исследования своей истории. И то, что я открыл там, оно кардинально не совпадает с тем, во что верят люди. То есть, это абсолютно все было иначе. И более того, я тебе хочу сказать, что общество не заинтересовано в том, чтобы многие люди узнали эту правду и историю, потому что выяснится, что все общество построено на лжи, на фальши, на обмане. Потому что те вещи, которые я увидел в своей истории, они кардинальным образом не совпадают с тем, на чем держится само это общество. Понимаешь? вот таким образом я развивался. Как это будет развиваться у другого человека очень сложно предсказать. То есть, что я могу порекомендовать? В первую очередь, я здесь так рекомендую. В любом случае, нужно заниматься какими-то духовными практиками, духовными техниками. Это не стоит вопрос, заниматься или не заниматься. Нужно заниматься, потому что материал существует бессознательный, его нужно разгребать, осознавать, эти слои нужно как-то прорабатывать. Каким образом вы будете их прорабатывать, это ваше личное дело. То есть, что вам откликается в вашей ситуации, вот вы можете попробовать, здесь опять же, здесь не надо просто читать книжки и верить, здесь нужно идти и пробовать. То есть, вот идите куда-то, что вам по каким-то критериям откликается, и пробуйте. То есть, практикуйте, не пробуйте это один, два, три раза, попробуйте месяц, хотя бы там два месяца, посмотрите на результаты. Если вам нравятся результаты, занимайтесь этим, углубляйтесь в это, то есть, получайте эти результаты. Когда вы чувствуете, что результаты перестали происходить в этом методе, значит, этот метод для вас не работает. Перестаньте его практиковать, найдите себе новый метод. Но однозначно тут вопрос стоит в том, какую себе духовную технологию подобрать. То есть, вот в этом вопрос стоит. И это вопрос, на который я не могу дать вам ответ. Я могу, конечно, предложить такие вещи, как рейки, йога, те же самые техники Оша, но как показывает опыт, не всем это хорошо подходит. То есть, кому-то проходит, у кого-то другой путь, то есть, кто-то осознает эти вещи иначе. Кому-то надо совершенно по-другому подходить к этому. Здесь главное осознать принцип, что материал существует, верите вы в него или не верите, он есть. Большинство этого материала формирует вашу личность, как вы себя знаете, и, к сожалению, вы не являетесь этой личностью. То есть, за этой личностью скрывается ваша индивидуальность исходная. И, как показывает практика, она во многих случаях кардинально отличается от личности фальшивой. То есть, эго, то, что называется эго. И нужно стремиться к тому, чтобы как можно быстрее, как можно больше разрушить фальши и приблизиться к тому, кто вы есть. Потому что только знание того, кто вы есть, и жизнь из этого центра доставит вам удовольствие, кайф, гармонию, счастье и все остальное. То есть, если вы не живете из центра, если вы живете из фальшивых ценностей, из фальшивых общественных каких-то вещей, из своего эго, из игры выиграл, проиграл, в которую часто любит играть эго, натягивая на себя, не отдавая, то вы проведете ущербную, никчемную жизнь в страдании, в большом количестве проблем, которые вы так и не разрешите. Все проблемы решаются внутри. И вообще отношение проблемы к чему-то это всего лишь состояние духовное. То есть, на определенном уровне в целом проблемы заканчиваются как слово проблема, то есть, нету проблем. Есть какие-то обстоятельства, из которых существуют разные способы, как выйти, ну как поиграть в это, как поиграть и выиграть. То есть, жизнь превращается в игру, в которой существуют свободы, препятствия и цели. И ты просто в это играешь. То есть, если у тебя есть препятствия, ты ищешь какой-то способ, как из этого выбраться и получить больше свобод. Если у тебя слишком много свобод, жизнь становится неинтересной, ты начинаешь искать себе новые препятствия, для того, чтобы она опять приобрела форму интересной и качественной игры. То есть, все это лежит на уровне очень глубоких вещей внутри себя. Эти вещи, они, с моей точки зрения, отвечают за успех, даже в большей степени, чем технологии маркетинга и все остальное. технологии важны, они нужны. То есть, наше общество, оно нам предоставляет огромное количество новых современных технологий. Но все эти технологии, они нам не могут заменить нашей духовной свободы, нашей вот этой жизни из центра, из индивидуальности. Это нужно помнить, что наша жизнь качественная и классная там, где технологии умело используются из центра, из своей духовной свободы. Вот так вот. Макс, спасибо тебе огромное. Я просто, я не знаю, как тебя благодарить за вдохновение и за удовольствие, которое я получил в этом интервью. Я думаю, слушателям тоже было очень интересно послушать именно про эту сторону бизнеса. Спасибо тебе большое за сегодня. Ну и если хочешь что-то напоследок сказать. Ну спасибо тебе за то, что пришел, потому что, ну как, с просьбой об интервью, потому что на самом деле когда ты берешь интервью, я выигрываю так же, как и ты здесь. То есть какие-то протранслировать вещи кому-то в аудиторию настолько же важно, как и эти вещи вот ты спрашиваешь у меня. То есть это как бы двусторонняя такая фишка. поэтому спасибо тебе, что ты у меня взял это интервью. Это первый момент. И второй момент. Ребята, вот все, что я сказал, это очень, конечно, увлекательно. Можно это воспринять как такой офигенный подкаст и отложить в сторону. Поймите, что если вы это сделаете, если вы все, что вы услышали, вы просто поставите галочку и продолжите свою жизнь так, как вы жили раньше, проиграете. Считайте, что вы потратили это время абсолютно зря, более того, с вредом для себя. Потому что вы теперь будете что-то знать такое, что вам не будет давать жить комфортно в том, в чем вы жили раньше. Сейчас пришло время внедрять то, что я сказал. Пожалуйста, возьмите и внедрите те вещи, о которых мы сейчас разговаривали с Киром. Это очень важно для вас, не для нас. И для нас это важно, чтобы вы тоже развивались, потому что если вы разовьетесь, если вы победите свои какие-то ограничения, свои какие-то препятствия, то жизнь в целом выиграет, а значит и мы выиграем. Понимаете, вся жизнь она целостна, все взаимосвязано, нас всех объединяет нечто неуловимое, и принося пользу другим, на самом деле я приношу пользу себе. Потому что если кто-то выигрывать от того, что я сказал, это не то, чтобы вернется, я от этого стану более целостным, более полноценным. Мы все взаимосвязаны. На этом я хотел бы закончить и благодарю за то, что вы этот час провели вместе с нами. Да, конвертируйте проблемы в задачи и внедряйте. Все, на этом все, спасибо, Макс, всего вам доброго, самого лучшего. Счастливо.